Дорогие друзья, я рад всех вас видеть. Вы знаете, я ваш родственник, вы об этом не знаете, но у нас один прародитель, Адам, и его греховная природа передалась и мне, и вам, мне так кажется. У нас еще один прародитель есть, Ной, и может быть Сим или Хам, я не знаю кто, вопрос открытый. Несколько слов о себе, чтобы нам легче было друг друга понимать. Тимофей Олейник меня зовут, я родом с Каумин, вот Старопольский край, в 91-м году мы с семьей переехали миссионерами в Тюменскую область, кто-то в это время уехал в Америку, вот примерно такая возможность была уехать туда или туда. Мы потрудились там вот до этого времени миссионерами, несколько церквей открыли, и последние годы я езжу семинарами в городах России, в Америке бываю один-два раза в год, порядка 10-15 тем, которые я изучал в течение 30 лет. Но ввиду того, что я по своей природе миссионер, в последние годы я молился периодически за Кубу, я знал, что там закрыты двери для проповеди Евангелия, народ бедствует и они нуждаются в свете Евангелия. И мы нашли человека из славянского народа, которому мы помогали, там проповеди Евангелия из России, ну, потом санкции Америки. Немножко сократили наш бюджет, мы не смогли этого делать. Периодически я смотрел на возможность побывать на Кубе, билеты очень дорогие из Москвы. Я помолился, говорю, Господи, ну, как-то ты этот вопрос усмотришь. И в прошлом году один из моих друзей позвонил и говорит, Тимофей, нам нужен проповедник на Кубу. Мы едем в молодежи, но у нас нет проповедника. И в декабре прошлого года я впервые там побыл и посмотрел на кубинский народ. Что должен я сказать, друзья? Народ открыт для Евангелия. Вот та идеология коммунистическая трещит по швам. В апреле президент сдает свои полномочия. Мы об этом церковью молимся. Может быть, Куба откроется полностью для Америки и придет благословение для них. проповедник Евангелия. Может быть, они еще будут держаться. Той идеологии мы не знаем. Но на сегодняшний момент народ открыт для Евангелия. Можно проповедовать об Иисусе Христе. И цель вот моей поездки в этом году, я буду на Кубе, если Бог позволит, опять с молодежью в марте. Одна из целей побудить нас, американцев, к тому, что мы ответственны за Кубу. И по нескольким причинам. Ну, во-первых, друзья, это небольшой островок, который рядом находится с Америкой. Там всего 150 километров. Но это не главное. Мышление народа Кубинского, оно такое советское. А мы все воспитанники генетически Советского Союза. И они с удовольствием слушают людей, которые приезжают с бывшего Союза. Они открыты для проповедования, но им легче слышать и слушать народ из бывшего Советского Союза. А мне кажется, вы все из бывшего Советского Союза, в том числе и я. И в-третьих, главная причина, почему мы ответственны, когда-то американцы помогли нам выбраться из нищеты. Вы помните 90-е годы, да? Насколько сложно и тяжело было в бывшем Советском Союзе. Бог вас благословит. И помните библейскую историю, когда-то в Израиле бедствовал народ, и двое прокаженных были за воротами. Бог вмешался, там, языческое войско, оно ушло, оставив там драгоценности, продукты. И они, вот, прокаженные, стали себе собирать, да? А потом один из них сказал, слушайте, нехорошо. В Библии написано, должна быть равномерность. Несколько раз, да? Нехорошо будет, потому что есть люди, которые голодают. Мы должны быть участниками. Я вам хочу сказать, друзья, люди на Кубе не доедают. Я там был. Они живут настолько скудно, что я смотрел, и, знаете, один раз я не выдержал, я заплакал, потому что детям нечего кушать. Настолько они экономные. Я просто побуждаю молиться за кубинский народ, молиться, чтобы пришла полная свобода для проповедивания. Ну, и молиться, может быть, не только молиться, за тех, кто едет туда, потому что там не очень удобно, не очень комфортно. Туда немногие хотят ехать с проповедивания. Ну, а сейчас мы будем говорить на тему, друзья, так в чем же суть Евангелия? Разрешите, я буду делать, ну, как Христос иногда делал, он вопросы задавал, ну, чтобы легче было, чтобы вы не заснули, да? Вы помните, сколько книг в Библии? 66, да? Сколько в Новом Завете книг? 27. Скажите, пожалуйста, вот если прочитать 66 книг или 27 книг Нового Завета, легко ли найти главную мысль, понять, в чем суть Евангелия для неверующего человека? Вот он взял Библию и прочитал. Легко понять? Сложно. Иногда даже невозможно, друзья. И я хотел вот просто, доступно сказать, так в чем же сама суть Евангелия? Почему я хочу говорить на эту тему, друзья? Апостол Павел всегда ревновал об этом. И помните, Коринфянам он говорил, я напоминаю вам Евангелие, которое я вам когда-то благовествовал. И он говорит, которым мы спасаемся, если мы его приняли, да? И, кстати, в послании Галатам он интересно говорил об отлучении от церкви. Я хотел, чтобы мы парадигму мышления немножко вот в нужном направлении значит, направили. Он говорит, что отлучать нужно человека не за грех. Ну, это отдельная тема. Я не говорю, что мы должны относиться легко к греху, да? Но он говорит, что если бы даже мы или ангел с неба стал вам благовествовать, то есть говорить Евангелие, не ту, которую мы говорили, то этому человеку или ангелу что нужно сделать? Анафема. Слух нельзя у вас отвечать, да? Простите. Анафема. То есть этого человека нужно отлучить от церкви. Восьмой стих, Галатам, первого глава. В девятом стихе он опять повторяет и говорит то же самое слово. Друзья, меня смущают эти слова. Они, вы знаете, они вводят меня в какой-то ступор. Мы обычно сосредотачиваем фокус внимания на человеке, который согрешил. И вместо того, чтобы его и излечить, помочь ему излечиться, да? У нас бывает по принципу раненых добивает только в церквах. Мы берем его еще и отлучаем. Ну, простите, я так скажу. Бывает, да? Но Писание говорит, Павел, что нужно отлучать от церкви того, кто проповедует что-то иное, кроме Евангелия. И я опять задаю вопрос. Так в чем же суть Евангелия? Я хотел сейчас нарисовать общую картину, дорогие, а потом отдельные детали посмотреть. Итак, в чем главная тема Библии? Если говорить, о чем Библия говорит, Библия говорит о жизни. Вот посмотрите, взаимосвязь. Когда мы читаем начало Библии, книга Бытие, первой главы, и когда мы читаем книгу Откровения, то между ними есть огромнейшая связь. Если мы не видим вот эту связь, радугу, друзья, взаимосвязь, мы никогда не поймем главной темы Библии. Итак, с чего начинается Библия? Бог сотворил физический мир и затем начинает творить, на нем создавать жизнь. Вначале низкий уровень жизни, растительность Бог создал, это уже жизнь. Потом более высокий уровень жизни, Он создал пернатых, рыб, животных. А потом создает более высокий уровень жизни, уже по образу, по подобию своему Адама. Потом посмотрел нехорошо ему и дал Еву, да, в подарок Адаму. Бог сотворил жизнь. А потом, кроме сотворенной жизни, Бог посередине рая еще посадил дерево, как оно называлось? Дерево, у него посередине было дерево жизни. Но там было еще дерево познания добра и зла. Но Бог сказал, что если Адаму он сказал, вы в курсе, что Бог не разговаривал с Евой? Вы помните, кто с Евой разговаривал? Это до грехопадения было, друзья. Бог разговаривает с Адамом, а с Евой разговаривают гады. Ну, так написано в Библии, простите. Я провожу семинары на тему брака, поэтому, друзья, иногда будет высказывать что-то, простите. Так вот, Бог Адаму сказал, что если ты вкусишь от дерева познания добра и зла, то ты смертью умрешь. Смерть – это отсутствие жизни. То есть, есть дерево жизни посередине рая, и есть дерево познания добра и зла. Если ты вкусишь, то ты утеряешь жизнь, смерть будет. Итак, Библия, книга о жизни. Когда мы читаем в Откровении, это отдельная тема, да, там будет дерево жизни, и там будет еще река воды жизни. Интересно, в бытие не было реки воды жизни, да, а в Новом Завете в Откровении написано, что она будет. Так вот, когда Бог все это сотворил прекрасно, да, наша прекрасная леди, Ева ее зовут, решила все-таки вкусить запретный плод. Я не знаю, как ее фантазии работали, она не поверила тому, что говорил Адам, что смертью умрешь, да, не поверила тому, что Бог говорил через Адама, и она вкусила запретный плод. Смерть – это процесс. Как только мы рождаемся вот сейчас, мы начинаем медленно умирать, друзья, да, и когда нас уже вперед несут, да, это уже заключительный этап. Так вот, Адам с Евой вкусили запретный плод, и они, у них начался процесс смерти, да, духовная смерть, затем они друг от друга спрятались, так если читать на древнееврейском, да, они спрятались не только от Бога, они друг от друга спрятались. Я вам скажу откровенно, если мужчина и женщина, муж и жена, в разных комнатах спят, прячутся друг от друга, это результат того, что они потеряли общение с Богом. Если они не хотят общаться, друзья, это результат того, что они потеряли общение с Богом. И затем через время они физически умерли. Итак, наступил процесс смерти. Я опять напоминаю, что Библия – это книга о жизни. Но что интересно, когда Бог посмотрел на эту ситуацию, ну, Бог есть любовь, да, Он дал Еве, которая, ну, была первой участницей во грехе, первой участницей во грехе, в послании к Тимофею так и сказано, да, не Адам прельщен, но кто? Сестры, скажите, не Адам прельщен, но Ева, как скажем она дальше, прельстившись, впала в грех. И по этой причине Бог запретил женщинам власть этот мужчина и учить мужей. И в церкви запретил учить. Ну, вот так Библия говорит, да? Так вот, Бог дает обетование Еве, что семя, твое семя жены, когда-то поразит дьявола в голову, да? Интересно, что Адам с Евой как-то общались, но у Евы не было имени, вот до определенного момента. Я не знаю, как он ее называл, как мы иногда называем, да, там, ну, зайчик, кролик, внутрь, ну, в зависимости от расположения мужчины, да? Как-то вот так, ну, имя не было у женщины, да? И написано, что Адам дал ей имя. Я теперь задаю вопрос вам, братья. Вот скажите откровенно, если бы ваша жена, супруга, взяла и скушала запретный плод, еще убедила вас сделать это, и вы понимаете, что смерть вошла в вас, и вы должны быть изгнаны из рая, какое имя вы бы дали своей жене? Почему Ева? Через нее пришла смерть. Адам называет ее жизнью. И не только потому, что она будет матерью, жизнь будет, да? Если внимательно изучать в богословии эту мысль, да? То Адам поверил в обетование, которое Бог дал Еве, что семя жены поразит в голову, и когда-то жизнь, которую они имели, она вернется, и Он, поверив этому обетованию, назвал ее жизнь. То есть Ева, несмотря на то, что ты согрешила, а я не был ответственным, позволил разговаривать гадом с тобою, мы оба согрешили, я верю в то, что жизнь, которую мы теряем, она вернется. И Он дал ей вот это прекрасное имя, жизнь. И этому есть подтверждение. Смотрите, следующая глава, это в третьей главе Бытия написано, в четвертой главе Бытия написано следующее, что Адама, вернее, Ева приобрела человека, родила Каина, да? Каина родила, интересно, Ева говорит, будьте внимательны, сестры, я о вас сейчас, приобрела я или мы человек от Господа? Как она говорит? Приобрела я, я, а при чем здесь я дам, действительно, поработал один раз, приобрела я человека от Господа? Уже вот эта греховность, вы знаете, брать бразды правления в свои руки, я приобрела человека от Господа. Она думала, что уже пришел тот, кто поразит дьявола в голову, но должно было пройти еще четыре тысячи лет. А теперь у меня вопрос к вам, дорогие сестры, а Каин был от Господа, как говорила Ева, или нет? От кого был Каин? Другой вопрос по Библии. От Лукауа, совершенно верно. Я хочу еще раз посмотреть, друзья, обратить ваше внимание, это вопрос, относящийся к теме брака. Женщина, как правило, слышит слово Бога, но преломляет его через призму своей психологии. Она согрешила. И говорит, приобрела человека от Господа, тогда, когда он был от Лукауа. Она видит с точностью, но наоборот. Простите, в Библии об этом написано. Вопросы не ко мне. Итак, Библия – это книга о жизни. Так вот, когда Адам с Евой согрешили, Бог их изгоняет из рая, и что он сделал, чтобы они обратно не вернулись в дерево жизни? Поставил кого? Херувима, да? Херувима. Вот на древнееврейском сказано Херувимов во множественном числе. То есть, как минимум, было там два Херувима, у которых были обнажающиеся мечи. Мне трудно представить, что это было. Но главное, что мы должны понимать, доступ к дереву жизни был закрыт. И Бог говорит, что если они вкусят от дерева жизни, они будут вечно жить. Главная проблема, я подвожу итог книги «Бытие» вот этим главам. Главная проблема и беда была в том, что Адам и Ева решились возможности вкушать от дерева жизни, чтобы вечно жить. Ну, дерево жизни прообразом Христа было, да? То есть, между Богом святым и между грешным человеком была непреодолимая дистанция. Херувимы охраняли. Вход, путь к дереву жизни был закрыт. Так вот, весь Ветхий Завет, мы с вами должны всю Библию изучить за вот полчаса, весь Ветхий Завет как раз говорит о том, когда и через кого должен был прийти тот, который поразит дьявола в голову. И все последующие книги «Исход», «Леви», «Числа» и так далее, и так далее до Малахи, они уже пророчески говорили, где родится Давид сказал, что в Вифлееме, когда родится, Данил сказал родиться, да, что с ним произойдет, Исайя сказал, что вот Иисус Хрисус, вы знаете, не такой, как его рисует красавец, да, вот такой, он примерно внешне вид, да, как я, не вида, не величия. Ну, написано так в Библии, да. То есть все последующие пророки, они говорили о Мессии, который должен был прийти. Но за эти 4 тысячи лет люди должны были усвоить один простой урок, что между святым Богом и грешным человеком существует непреодолимая дистанция. Вот что люди должны были понять, друзья. И с этой целью Бог дал когда-то евреям закон. Можно я два примера приведу, которые помогут понять, что Бог учил евреев именно вот этой простой вещи. Святой Бог и грешный человек не могут общаться. Когда Бог вывел евреев из египетского рабства, исход 19 глава говорит о том, что он захотел кое-что сказать еврейскому народу. Но прежде чем евреи должны были услышать Слово Бога, написано, они должны были омыться, они должны были там церемонии определенные сделать, да. Была проведена черта, они не должны были пройти за черту. И Бог, Моисеев сказал, что если кто-то пройдет через черту, вот этого человека нужно убить. Или это животное, или птица. И даже рукой не прикасаться. Если это птица, и стрелы ее убить. Если это животное, еще каким-то образом побить камнями, но даже рукой не прикасаться. То есть здесь присутствие Бога, и оно настолько свято, что грешный не может входить в присутствие святости. И когда Бог там являлся, вы помните, Он воздействовал на все органы чувств. Написано в Библии, что были громы, молнии, густое облако. Весь народ был в страхе и трепете. Написано, сам Моисей, в послании к евреям уже написано, Он в страхе был, потому что вся земля колебалась, звук трубный, Он был громкий, и становился все сильнее и сильнее. Моисей в страхе и трепете. И потом Бог говорит Моисею, слушай, Моисей, пожалуйста, вернись, и скажи евреям, чтобы они не пытались войти опять, зайти на гору, перейти эту черту. Моисей говорит, Господи, ну ты же сказал. И Бог говорит Моисею, я тебе сказал, пойди, потому что я от себя говорю. Они настолько не осознают святости Бога, что постараются войти в Божье присутствие из любопытства. И они погибнут. И Моисей сошел опять с горы и повторно сказал, чтобы они не порвались восходить к Господу, чтобы Бог их не поразил. Итак, главная цель закона была как раз показать евреям, что Бог свят, люди грешны, и между святым Богом и грешным человеком не может быть никакого общения. И второй пример, который старается показать вот эту вещь. Когда Бог сказал Моисею построить Скинию, или потом был построен храм, то вот святилище, оно было разделено на две части. Было святилище и было святое святых. Вот святилище священники служили Богу. Но между святилищем и святое святых была завеса. И этим самым Бог показывал, что входить во святое святых, а это было место присутствия Бога, место жительства Бога, я так скажу, да, Бог там являлся. Между святым Богом и человеком, несмотря на то, что он святой, есть преграда, завеса. И эта завеса была очень толстой, и туда зайти за завесу не имел права никто, кроме первосвященника. Вы помните, как часто он туда заходил? Один раз в год. И прежде, чем зайти, он опять, друзья, делал определенные церемониальные обряды, омывался, предвосил жертву за себя, потом за народ, потом возлагал грехи на козла отпущения, да, отпускал этого козла, и потом, я так представляю, с большим страхом и трепетом, потому что, если вдруг он что-то не так сделал, он сразу смертью будет поражен. И он приоткрывал эту завету и заходил туда. И первое, что он делал, он кров показывал, да, которая была прообразом крови Иисуса Христа, он ходил туда с кровью, и тем самым он признавал, что он грешен, что он нуждается в очищении. И так Бог через это показал, что между грешным Богом и, простите, между светным Богом, простите, и грешным человеком не может быть никакого общения. И завеса как раз имела вот эту цель, отделить грешное от святого. А теперь у меня вопрос, друзья, мы переходим к главному. Так в чем же суть Евангелия? Мы говорили, что Адам и Зевы изгнаны из Эдемского сада, и они не могут войти в Божье присутствие. Завеса разделяет. Кстати, вы помните, на завесе, что было нарисовано выше-то там? Херувимы, дорогие, вы помните, когда Бог выгнал из Эдемского сада Адама с Евы, там херувимы охраняли, да? Так на завесе тоже были два херувима, которые напоминали книгу Бытие, что херувимы охраняют вход к Богу. Если кто-то грешный попытается войти, друзья, он будет убит. Настолько серьезно Бог относится к грешному человеку, потому что он святой. А у меня теперь вопрос, друзья. Скажите, пожалуйста, а когда эта завеса была разорвана? Если спросить, в какой момент? Я вам подскажу, напомню, друзья. Марк об этом подробно говорит. Иисус же возгласил громко. А что он громко возгласил тогда? Совершилось. Слово «совершилось». Мы сейчас на этом сделаем остановочку, поясним, что это значит. Во-первых, чтобы громко возгласить, вися на кресте, вы понимаете, нужно набрать в легкие много воздуха. Это нужно на гвоздях приподняться. И это не был, вы знаете, мазохизм у Иисуса Христа. И тем самым, Евангелие говорит, что очень важно было, чтобы люди услышали то, что Бог сказал, то, что Христос сказал. И он громко, приподнявшись на гвоздях, крикнул, написано в Евангелии, если следовать, «Совершилось». И после этого испустил дух. И в момент, когда Христос сказал «совершилось», завеса в храме разодралась, написано, надвое сверху, донизу. Так вот, это слово «совершилось» на древнегреческом звучит «тетелистай». Я хотел пояснить, что из себя представляло значение этого слова совершилось, потому что нам тогда лучше будет понятно, что имелось в виду. Вот в древнее время, когда жил Христос, у людей были долговые расписки. К примеру, если кто-то у кого-то занял продукты, он писал долговую расписку, и он оставался должником. Если, к примеру, я у вас занял продукты и дал вам долговую расписку, и вы в любой момент можете меня привести к уголовной ответственности, потому что я вам не отдал. Но, когда я отдал, то через эту расписку вы писали слово «тетелистай» совершилось или уплачено полностью. То есть, расчет между моим долгом и между вами, он произведен, и вы собственноручно написались «тетелистай», совершилось. Что совершилось? Расчет. Расчет, потому что уплачено полностью. Так вот, мы все с вами перед Богом в некотором смысле должники. Вы помните молитвы «Отче наш, прости нам долги наши». Грех – это не только тогда, когда мы делаем то, что не нужно. Ну, скажем, прелюбодеяние. Грех – это и тогда, когда мы не делаем то, что мы должны делать. Понимаете, да? Поэтому в молитве очень наш сказано по-разному. Прости нам грехи, мы делали то, что не нужно, и прости нам долги, а мы не делали того, что не нужно, то, что нужно, то, что должны были сделать. Ефесянам 2, 10, помните, Бог сказал, Павел, простите, сказал, что Бог предназначил нам делать добрые дела. Бог предназначил, а если мы деньги делаем, мы должники. Так вот, у каждого из нас огромнейшая долговая расписка то, что мы должны Богу и во грехах, и в том, что должны были сделать. А вот, когда Христос крикнул, вот это слово совершилось, Он сказал, на самом деле, уплачено полностью. То есть, долговая расписка, она, как бы, поперек нее, Христос, ну, образа я скажу, кровью написал, что уплачено полностью. И вы смотрите, как хорошо это подчеркивается в Новом Завете. Вот Колоссиан 2, 14 сказано, я читаю один из переводов, более доступным, что Иисус Христос перечеркнул список наших долгов и уничтожил этот список. Я обращаю ваше внимание, друзья, на это слово. Он не просто перечеркнул, уплачено полностью, а он уничтожил этот список. Ни один криминалист теперь не может взять эту расписку, потому что она уничтожена. Возмездие за грех, смерть, да, наши грехи были написаны, но эта расписка уничтожена. Евреям 9,26 Павел говорит ту же самую мысль, другими словами, что Христос однажды явился к концу веков для уничтожения греха жертвою своею. Дорогие, у меня к вам есть добрая весть, Евангелие. В чем суть Евангелия? Суть Евангелия в том, что наши грехи уничтожены, а список наших долгов то же самое уничтожен, друзья. И если уничтожен список долгов, то я уже не должник перед вами. У вас нет ко мне предъявы, друзья, потому что уничтожен на это произведен расчет. Христос рассчитался. Он уничтожил грехи жертвою своею. И я хотел, чтобы мы визуально сейчас представили, друзья, более ярко то, что произошло. Вот завеса в храме написано у Марка раздралась. Она не разорвалась, потому что вот это слово скизин на греческом означает, что она разорвалась так, что ее невозможно вернуть в прежнее состояние. На рисунке это как раз видно. Если бы она просто разорвалась, как иногда люди представляют на двое, то можно было бы взять и зашить обратно. Но она разодралась вот в ахмотия так, что сшить ее обратно просто невозможно, друзья. И этим самым Бог показывает, что завеса, то есть плоть Христа, которая, вы знаете, стала основанием для доступа к Иисусу Христу, она была с одной стороны разорвана, тело Иисуса Христа, с другой стороны путь к Богу открыть так, что его закрыть практически теперь невозможно. И завеса разорвана сверху, это сделал Господь Бог, друзья. Мы с вами пальцем ничего не сделали для того, чтобы приобрести спасение или получить прощение грехов. Это дар вечной жизни. Не одел, чтобы никто не хвалился. И Писание очень ярко говорит, что Бог все делает так, чтобы никакая плод не хвалилась перед Богом. Если мы где-то охвалимся, друзья, мы согрешаем перед Богом. Она разорвалась сверху до низу, друзья, до конца. И надвое. Это очень важно понимать, что есть только один путь к Богу, и Христос говорит уже о себе, что я есть путь к Богу. И теперь позвольте я вам скажу с уверенностью, что тот, кто приходит к Богу через жертву, через смерть Иисуса Христа, он всегда будет принят Богом. Бог не может не принять человека, если он идет к нему через жертву Иисуса Христа. Войти может каждый. И обетование, друзья, нового завета, послание к евреям, очень ярко об этом говорит. Смотрите, я прочитаю, я акцентирую внимание на некоторые слова, чтобы более понятна была нам суть Евангелия. вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь. И суть завета нового, друзья, неветхого, в том 17 стихе, что грехов их и беззаконий я больше не вспомню. Почему не вспомню? Потому что грехи уничтожены, мы читали Евреям 9, 26. Потом Павел подводит черту и говорит, итак, братья, мы теперь имеем дерзновение входить во святилище. Позвольте я вам поясню, речь идет о святых, если смотреть, друзья, в подлиннике, друзья, у нас есть теперь слово дерзновение, о чем говорить вам? Об уверенности, о смелости, друзья, вы помните первосвященника, как он заходил, да? Он был в страхе, потому что не дай Бог где-то что-то, а поскольку грехи уничтожены, друзья, у нас вам есть смелость и уверенность входить во святых посредством крови Иисуса Христа. Первосвященник входил с кровью животных, друзья, она только символизировала, а поскольку кровь Иисуса Христа уничтожила все грехи, то мы можем ходить с дерзновением, и Павел называет этот путь новым и живым, который он, Христос, вновь нам открыл через завесу. Когда-то, вы знаете, вход был открыт через завесу первосвященнику, а теперь нам всем. И он поясняет, завеса сначала плоть свою, и 23 стих Павел поясняет, говорит, мы будем держаться вот этого учения, друзья, исповедание, имеется ввиду, вот этого учения, друзья, упования, неуклона, то есть, уклоняться от этого нельзя, потому что верен обещавший, тот, кто сказал, что грехов ваших и беззаконий не вспомню. Поэтому на основании Божьего обетования мы должны исповедовать уничтожение наших грехов, иметь смелость дерзновения, входить в Божье присутствие, не потому, что мы слишком хорошие друзья, а потому, что верен обещавший, и он верен в том, что грехов их и беззаконий никогда не вспомнит. Я хотел, друзья, еще прочитать из послания к евреям, для того, чтобы мы с вами сравнили разницу между Ветхим Заветом и Новым Заветом. В Ветхом Завете было сказано евреям, которые находились недалеко от Божьего присутствия, да не порываются они восходить к Господу, чтобы я их не поразил, потому, что они грешны были. А в Новом Завете, неоднократно сказано, кстати, сказано, евреям 4,16, поэтому, что у нас есть первосвященник Христос, который ходатайствует за нас перед Богом, который благодаря своей плоти открыл нам вход к Богу, да, да приступаем к дерзновениям, к престолу благодати. Мне нравится этот стих, друзья, мы входим с уверенностью к самому престолу благодати, в Божье присутствие. Мы входим не к закону Моисея, друзья, потому что закон Моисея только к смерти приводит, мы входим к престолу благодати. И если вы позволите, давайте мы с вами еще один стих читаем, где апостол Павел очень ярко сравнивать два завета. Один завет книга исход 19 глава, где евреи были недалеко от Господа, а другой завет, новый завет, говорящий о смерти Иисуса Христа. Павел противопоставляет и говорит, вы приступили не к горе, а сезаемой и пылающей огнем, помните исход 19 главу, мы говорили немного об этом, ни ко тьме и мраку и буре, ни к трудному звуку и глазу глаголов. И столь ужасно было это видение, что Моисей сказал, я в страхе и трепете, и здесь свое сно противопоставляет. Вы приступили к горе Сиону. Не горе Синаю, а горе Сиону, друзья. А на горе Сион умер Иисус Христос, который стал ходатаем нового завета, и который в своей смерти заключил завет между Богом, Отцом и между собою, что Он грехов и беззаконий наших никогда не вспомнит. У меня вопрос к вам, друзья. Если Бог сказал, что Он не вспомнит наши грехи, как вы думаете, Он сдерживает свое слово или нет? Аминь. Он сдерживает свое слово. А если нам кто-то напоминает о наших грехах, в которых мы раскаялись и исповедовались, как вы думаете, кто это? Дьявол. Я хочу, чтобы вы понимали, друзья, Бог не напоминает нам о наших грехах. А когда дьявол нам напоминает, друзья, вы напоминаете ему о том, что его ждет озеро огненное. Вы напоминаете ему о крови Иисуса Христа, о новом завете, который Христос от нашего имени заключил с Богом Отцом. Итак, самое важное событие за всю историю человечества это смерть и воскресение Иисуса Христа, потому что в смерти и воскресении Иисуса Христа нам с вами был открыт путь к доступу, был открыт доступ и путь в присутствие самого Бога. И для того, чтобы мы с вами никогда не забыли суть Евангелия, Христос сказал до его пришествия мы должны совершать вечерю Господню. И вечеря Господня это провозглашение друзья. Интересно, что в послании Коринфянам Павел говорит, когда вы это делаете, то вы не страдания Христа вспоминаете, а смерть Господню возвещаете. Это разные вещи друзья. Вот если взять как пример есть 22 июня начало войны, а есть 9 мая как победа, да? Оно и та и другая дата говорят о войне, но вспоминая 22 июня у человека будут слезы на глазах, да? А вспоминая 9 мая будут слезы радости, потому что совершена победа. Так вот вечеря это провозглашение того, что наши грехи прощены и путь к Богу открыт. Мы возвещаем смерть Господню, а возвещать это значит провозглашать, а в смерти Господней уничтожены все наши грехи. Это праздник, а не похороны. Во что их превратила православная и католическая церковь? А мы генетически это унаследовали. Простите, это отдельная тема, но я хочу, чтобы мы с вами понимали, что суть Евангелия как раз в том, что Бог никогда не вспомнит наши грехи и путь во святое и святых, в Божье присутствие нам с вами открыт. И это подписано, я образно говорю, кровью Сына Бога. И если вы поняли то, о чем я вам говорил, приняли, согласитесь, скажите аминь. Аминь. Давайте мы за это Господа поблагодарим, склонимся в сердцах наших, на колени наши, и пусть эта слава Богу будет воздаваться из наших уст. Спасибо. Аминь. Господи, источник жизни. Господи, я мечтаю, я хочу больше за то, что вернадь уроку и нашего брата, когда раскрывали огляд на наши грехи и грехи. Благодарю, Боже, и благотеленная Аминь. Господи, Ты являешься источником жизни, Ты являешься самой жизнью, и когда-то наши прародители потеряли ее, но Ты нам вернул через Иисуса Христа, который имеет жизнь в самом себе, Господи, и который открыл нам путь и доступ для обретения вечной жизни. Мы благодарим Тебя за то, что Ты живешь в наших сердцах, и мы обладатели этой божественной природы, Господи, этого задатка, который гарантирует, что мы когда-то будем в вечности с Тобою прославлены. Мы благодарим Тебя за то, что Ты напоминаешь нам Евангелие, Господи, и я прошу Тебя, чтобы мы были пропитаны этой благодатью, пропитаны этой доброй вестью. Я прошу Тебя о том, чтобы мы никогда не склонялись к закону, никогда не склонялись, Господи, к самохвальству, чтобы мы всегда Тебя почитали, Тебя любили, и чтобы Ты был предметом нашего поклонения. Да будешь Ты в этом прославлен, Спаситель Бог наш, во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok